Всем добра, с вами Клёва, и сегодня я хотел бы вспомнить Эджу The Sorge. В общем, предыстория мира довольно обыденно. Мир меняется. Я чувствую это в воде. Я чувствую это в земле. Вот, теперь им в воздухе уже чем-то запахло. Противостояние человеку и природы привело к тому, что выживать стало крайне тяжело. Но люди создания странные и на своих ошибках не учатся, и ради собственного выживания готовы пойти на крайние меры. Хотя, все-таки еще не пошли. Их надо бы подтолкнуть. Но это я забегаю вперед. Игра начинается с того, что наш потоконист едет устраиваться на работу. И судя по всему, работенка не очень престижная. Добравшись до места, нам дают выбор между работником с тяжелой техникой и легкой. Скажу сразу, этот выбор ни на что не влияет. Можно напялить на себя все, что сможем. Но об этом потом. Сделав выбор, нас отправляют примерить униформу. И тут-то пошла веселуха. Мы получаем наш первый экзо-костюм. И тут у меня возникает пара вопросов. Такую процедуру нужно проходить перед каждым рабочим днем? Или же это экзо с нами навсегда? И если так, то как же разбираться с естественными надобностями? Эдзо прикрепили поверх спецовки. И как ее тогда стирать после рабочего дня? Хм. Я как всегда отвлекаюсь. В общем, как любой нормальный человек, которому сверлят голову, наш протагонист отрубается. И приходит в себя в типичной рабочей атмосфере. Дрон пытается оторвать ему ногу. Видимо, чтобы в металлом сдать. Отбившись от него, Уоррен, а именно так зовут главгероя, осознает, что он может ходить. Вот оно, чудо технологий. Вооружившись ближайшей арматуриной, отправляемся, куда глаза летят. И тут, как раз пришло время поговорить о геймплее. Боевка, да более знакомая любителям Dark Souls. Хотя и с небольшими изменениями. Например, вражин теперь может быть не только выделив, но и по конкретной части тела. Таким образом, урон будет меняться. Например, если вы просто выделили врага, урон будет средним. Если бьете по части незащищенной броней, урон будет выше. И наоборот, бронированные части получают урон гораздо меньше. И тут может возникнуть вопрос. А какого хрена я должен бить по броне? Все просто. Нанеся достаточного урона части тела, ее можно просто ампутировать. А если данная часть была защищена броней, то мы получим за это чертеж данной брони. Если такого у нас не было. А также запчасти, чтобы ее делать и улучшать. Таким образом, пополняя и улучшая свой гардероб. Есть смысл собирать полные наборы снаряжения. Так как за это дается бонус. Всего их три. Оператор, часовой и голиаф. Ну и просто так надеть броню у нас не получится. Нужно прокачивать свой энергоблок. Который еще нужно достать. Для этого нужны запчасти. Местный аналог душ. И чем туча броня, тем она требовательнее к вашему уровню. Хочу добавить о наличии прекрасной возможности менять с этой брони в одно нажатие. Это невероятно удобно. А еще, у каждой брони есть фонарик. Но заряд тратится не только на броню. Есть специальные модули, призванные сделать наше прохождение немного проще. Например, мы сможем видеть количество здоровья у наших врагов. Или лечиться местным аналогом эстуса. Здоровье и выносливость также повышаются модулями. Та, что постоянно приходится делать выбор. Количество слотов ограничено. А потребностей выше крыши. И самое главное, это оружие. Его здесь довольно много. Но разделяется на 5 типов. Это одноручные, двуручные, посохи. Одноручные и двуручные крепления. Каждое оружие хорошо по своему. Но лучше пользоваться каким-то одним видом. Есть такой параметр, как привычность. Чем дольше вы бьете одним видом, тем лучше вы с ним обращаетесь. И больнее бьете. И поскольку все виды оружия доступны в начальной аттракции, лучше всего сделать выбор уже там. Место атостроф, то занимают медстанции. Здесь мы можем подлечиться. Заодно оживив всех противников, которые не боссы. Прокачаться. Положить на сохранение избыток металлолома. Кстати, очень полезная функция. Здесь же на верстоке можно заняться созданием и улучшением экипировки. Путешествовать между медстанциями нельзя. На каждую локацию она одна. Зато путей от ней много. Все дороги идут к медстанции. В общем, игра довольно таки хороша. Но нужно поговорить и о минусах. И первый, это продолжительность. В игре всего 5 локаций. Довольно больших и интересных. Но этого мало. И счет минусов можно отнести в дальний бой. Я о нем не говорил, так как тяжело говорить о том, чего нет. Ну или почти нет. Дойдя до второй локации, мы получим дрона, способного раз в полминуты стрельнуть, отняв в одно ХП. Он, конечно, может отнять чуть больше, но этого лучше не делать. Во время боя мы набираем заряд. Или, проще говоря, ярость. Так вот, эта ярость может быть потрачена на такие вещи, как эффектная ампутация конечностей, исцеление, или выстрел дроном, отнимающим, как обычный удар. Что из этого полезнее, думаю, сами можете решить. Тем более, что при наличии особого модуля, красивые добивания способны нас подлечить. Как итог. Обыгре у меня сложились довольно приятные впечатления. Довольно интересный сюжет, сложные бои, запутанные локации, спрятанные полезности и боссы, за необычное убийство которых дают улучшенные награды. И, разумеется, ощущение, будто вновь оказался на заводе. Всем пока. Пусть все у вас будет клево. Субтитры создавал DimaTorzok